В том, что реальные цены на автомобили сейчас сильно отличаются от рекомендованных производителям, уже нет ничего удивительного. Это началось во время пандемии коронавируса, а сейчас явление лишь набирает обороты. И телеканал Автоплюс решил проверить, за сколько сейчас реально приобрести новый отечественный автомобиль, а для этого обойти несколько автосалонов, торгующих автомобилями УАЗ и Лада. Понятно, что менеджеры дилерских центров сейчас не рады телекамерам и не под каким предлогом съёмку такого материала не согласуют. Но то, что нам было нужно, мы выяснили. Например, стоимость дефицитного патриота, оснащённого автоматической коробкой передач. В топовой комплектации такой внедорожник рекомендуется продавать за 2 миллиона 140 тысяч рублей. Но по факту самый дешёвый вариант это 2 миллиона 700 тысяч, хотя подавляющее большинство продавцов хочет выручить все три. Логика понятна, с европейским автоматом машин больше не будет. Как видимо и топовых комплектаций люкс и премиум на механике, которые завод перестал поставлять вот уже несколько месяцев. Самые простые исполнения выпускаются, но по сети пока не разошлись. Легче всего сейчас найти версию комфорт. Вот только надо быть настоящим фанатом отечественного автопрома, чтобы отдать за такой автомобиль больше 2 миллионов рублей. При рекомендованном прайсе 1 миллион 700. У дилеров Лады своих поклонников ждут остатки рестайлинговых вест, коих было сделано менее тысячи штук. На пике спроса кросс-универсалы отдавали по 3 миллиона. Сейчас ажиотаж спал и цены снижены примерно на 500 тысяч. Впрочем, при очень большом желании обновлённый седан реально найти за 1 миллион 700 тысяч. И это почти на миллион меньше, чем просили летом. Примерно столько же стоит самый простой Largus, а хорошо упакованные 7-местные варианты облегчат кошелёк на 2 миллиона. Поэтому основной локомотив продаж — это Гранта. В комплектации Classic кондиционер, куда входит кондиционер, подушки безопасности, передние электростеклоподъёмники и аудиоподготовка, 90-сильный седан должен стоить 755 тысяч. К этой сумме можно смело прибавлять от 100 до 150 тысяч. Без такой накрутки вазовский бестселлер нынче просто не найти. На обе Нивы действуют примерно такие же дилерские наценки. На этом фоне становится совершенно понятно, почему продажи новых автомобилей по итогам октября просили примерно на 60%. С такими ценами даже отечественные машины вплотную приблизились к понятию роскошь. А последнее, напомним, ещё год назад официально начиналось с отметки в 3 миллиона рублей.